Мы сбор, в принципе, так и планировали в марте. Знали, что ребята салатиков хорошенько покушают на Новый год, то есть надо их будет возвращать в кондиции. Если в том году мы набирали команду, и примерно, наверное, к началу мая только мы определились с командой, то есть у нас не было времени на функциональное состояние игроков подтягивать, надо было наигрывать связи, то сейчас мы уже определились, то есть у нас есть косяк команды, то есть мы ребят собираем и, соответственно, проводим тренировки, кардио, стараемся что-то кардио через мяч, стараемся просто физические нагрузки им давать. Ну, то есть надо ребят встряхивать, возвращать в былые кондиции, какие у них были кондиции в сезоне, чтобы мы с этим боролись не в сезоне, а сейчас именно вот, когда у нас три месяца как раз до начала чемпионата. Специально для этого мы собрались в марте, в самом начале марта, то есть у нас по две тренировки, и это, конечно, немного, но ребята все адекватные понимают, я им еще говорю, как минимум третью тренировочку, легкую пробежку или еще какой-нибудь кроссик надо между этими циклами тренировок делать. Все так же остается выход во вторую лигу, мне даже периодически сны такие снятся, если честно, не буду даже лукавить, как бы хочу с мальчишками выйти в вторую лигу, почувствовать вкус победы, какого-то этапа завершенного, то есть мы, я считаю, должны это сделать и приложим к этому все усилия, то есть все, что от нас зависит, мы сделаем, то есть все, что от нас зависело в том сезоне, мы сделали, что-то получилось, что-то нет, сейчас есть время как бы подкорректировать, исправить ошибки, и опять так же в бой мы готовы радовать болельщиков своих, у нас, хотя они появились, это очень приятно, как бы и последняя игра, мы с Вяткиной играли, то есть, ну, это доказало, около 300 человек пришло, ради них тоже играем, ради их радости, поэтому, если в том сезоне быть откровенным, ну, Вяткину было сильнее, в обоих играх я это видел, как бы я ребятам просто, ну, не подавал виду, но видел сам, что уровень-то у них выше, и по подбору игроков ребята, ну, в первой лиге должны играть в серединке, как минимум, как бы, ребята, ну, неплохие, поэтому я даже горд, что мы им создавали конкуренту до последнего, грубо говоря, тура, поэтому все очевидно было, в том сезоне вопросов нет, единственное, хотелось бы, конечно, второе место занять, не третье, я считаю, что мы сильнее, чем Красная Горбатка, там, Олимп, да, то есть, но так получилось, мы сыграли на одну, по-моему, там, ничью лишнюю с Латинском, и получили третью, но все, все расставили, все как было по сезону, ничего страшного, это уже история, ждем новый сезон, готовы биться до последнего, за себя, за болельщиков, за всех, все нормально справляются, укладываются там по времени, если мы бежим, то есть, километраж, здесь на тренировках более-менее, сейчас уже поприлично стали, вот даже сейчас третья тренировка, уже нет таких отдышек, легкие не лежат на поле, ничьи, так что, поэтому потихонечку, потихонечку приходят в себя, ну, я думаю, мы так планировали заранее подготовиться, именно в физическом состоянии, чтобы у нас было время потом наигрывать связи, одна тренировка у нас в Боголюбово, другая здесь не торпеда, здесь торпед больше, чуть-чуть с мячом, но опять же, такая же кардио, то есть, ребята с ним, с ним хотя бы бегают, а в Боголюбово у нас прыжковые тренировки и скоростная, и общая, общая выносливость, как вкуснятина, они прям булочки такие мягенькие, но на самом деле, есть на 50 на 50, то есть, есть ребята, которые там и 7 и 10 с тобой принесли, есть ребята, которые в нормальном весе, ну, это, в принципе, нормально, ничего страшного нет, хотя, в принципе, раздавал им и программу, то есть, до подготовки к сборам, кто-то выполнял, кто-то нет, то есть, вот, и сразу видно, кто выполнял программу, да, Андрей, а кто? Сидел, кушал салатики, поэтому, ничего страшного нет, было бы, конечно, лучше, если бы они все были готовы сразу, мы могли бы сразу переходить к работе с мячом, каким-то наигранным схемам, но ребята выбрали такой путь, поэтому мы этот месяц бегаем, бегаем, еще раз бегаем, иногда с мячом, в основном без него. У меня сейчас главное функциональное состояние, ребят подтянуть к единице, к одному балансу, то есть, чтобы у них было, а от этого уже будем смотреть. Сейчас даже не рассматриваем, на ближайший март месяц мы точно не будем планировать никаких игр, то есть, у ребят только функциональная готовность, работать с мячом, потому что пробелы в школе есть, как бы они никуда не ушли, то есть, за этот сезон, как они и были, то есть, вот у нас сейчас есть это время, хоть чуть-чуть подтягивать, ребят немножко на другой уровень, чуть-чуть вытягивать. Вот сейчас это первостепенная задача, соответственно, там будут дальше спарринги, да, мы будем смотреть, будут и предложения, и есть сейчас предложения, то есть, есть где играть, поэтому в любом случае будем играть, но на данный момент, сейчас у нас нет возможности, да, на зимнее первенство заявиться, у нас другие немножко задачи, поэтому у нас сейчас функциональное состояние на первом месте. Скажу, Дима Чеваньков к нам присоединился, то есть, он с нами и тогда тренировался, во второй половине сезона, то есть, мы его готовили, разговаривали с ним, сейчас не получается у меня команде его представить, никак мы там полностью не соберемся, но я думаю, скоро мы это сделаем, то есть, Дима наш первый новичок, он опытный, он поиграл на область, на Владимирскую, то есть, у него есть определенный опыт, который нам поможет, я уже примерно понимаю, на какой позиции буду его использовать, но пока сейчас всех секретов раскрывать не буду, то есть, мы на него как бы рассчитываем, по еще по другим игрокам, у нас 8 человек с дублей, как мы и планировали, то есть, мы их год тренировали, отобрали ребят, сейчас они с нами проходят сборы, кто-то дотягивает, тот немножко не дотягивает, то есть, но мы их смотрим, то есть, и у них сейчас просмотр, но просмотр помимо них тоже у ребят из основной команды, поэтому былые заслуги, их и не было, вот так можем сказать, то есть, былые заслуги не в счет, поэтому для них, для каждого просмотр, и будем смотреть, на что они способны, в каких кондициях они выйдут к самому чемпионату. Не отчистил я Стригин Никиту, а взял я с ним паузу небольшую, то есть, человек, наверное, пришел, не пришел, но он получил травму еще до сборов, то есть, это было еще даже при мне, как бы контакт был, я это видел, но, опять же, травма, ничего там серьезного не было, то есть, вместе с человеком сидел, ничего не делал, говорил, что у него нога вроде как не болит, а в итоге, когда сборы начались, заболела нога, и, как я понял, лечить он ее не собирался, то есть, на все мои призывы, то есть, я спрашивал, как, что, когда ты идешь к врачу, человек говорил, что у него нет времени до этого, ну, раз у него нет времени до этого, то есть, соответственно, ему и до команды нет дела, ну и раз такое отношение у человека, и тут ребята пашут, на тренировки приходят, отпрашиваются с работы, а человеку нет времени сходить в больницу по своему здоровью, ну тогда я ему просто сказал, приноси нам форму, и если ты когда вылечишься, и у тебя еще желание будет, приходи, я с удовольствием тебя посмотрю еще раз, но это будет именно просмотр, то есть мы его не отчислили, ну, мы его отстранили, так сказать, если у человека будет желание, если он скажет, я готов, исправлюсь, приходи, вернее, не приходи, я приду, я готов, давай, приходи, доказывай, посмотрим, я посмотрю не только на его функциональное состояние, а вообще на его желание и отношение к команде, я такого отношения к команде не терплю, когда одни ребята пашут, другие сидят дома, смотрят телевизор, и думают, что в сезоне они будут играть, нет, тем более человек, атакующий игрок в команде, которая в первой тройке закончила чемпионат, пусть в третьей лиге забил один гол за чемпионат, я бы так, я не знаю, не относился к команде, вот так сказать, возможно, может, корону человека делали, еще что-то, корону у нас ребята быстро сшибают, поэтому ничего тут такого нет, рабочий момент, это все рабочий момент, к Лебедю привыкли, мы как бы не планируем ничего менять, то есть так же и хотим с Лебедем, но у Лебедя натуральная поляна, и, соответственно, надо ждать, это будет июнь месяц, наверное, середина, а чемпионат начинается в середине, там, в конце мая, поэтому начнем, если будет позволять поляна на Лебедя, то начнем на Лебедя, но я сомневаюсь, поэтому начнем, я думаю, здесь на торпеду, одну-две игры, все зависит от календаря, если у нас календарь будет как в том году, то есть мы один день сыграли, один матч тут и уехали на выезды, там, на шесть дней, на шесть игр, поэтому в планах здесь на торпеду начинать и, соответственно, постепенно переходить на Лебедя, если у нас выйдет возможность такая, мы и на Лебедя готовы будем тренироваться, то есть все, опять же, под вопросом, то есть будем рассматривать. Честно, я так вкратце знаю, кто где у нас ребята играет, они играют во второй лиге, честно скажу, времени особо следить не было, то есть у нас были, ну, на мальчишек в школе, там, внимание обращали, то есть больше им времени уделяли, но примерно я знал, кто где играет, но для меня мини-футбол, если честно, вот вообще не показатель, то есть ты можешь забивать там по 12-16 голов у второй лиги, а выходить на большое поле и ничего сделать толком не сможешь, такие были случаи, поэтому для меня мини-футбол не показатель, я особо не смотрю, если они играют замечательно, они, значит, хоть как-то форму поддерживают, не играют, ничего страшного, если они не играют в мини-футбол, бегают для себя, ты еще лучше, поэтому я к мини-футболу так спокойно отношусь, я просто ребятам сразу сказал, у нас были тоже на первой тренировке инциденты сразу, ребята выбирали место тренировки, игру мини-футбольную, для меня это вообще не приемлемо ни в какой подстаси, так сказать, я сказал, что ребятушки, если мы мини-футбол выбираем, то остаемся в мини-футболе, приносим форму, сдаем ее и остаемся играть в мини-футболе, город, вторая, третья, четыре, а лига, пожалуйста, у нас другой путь, мы не мини-футбольный клуб.